У нас прошел пациент, я сам лично его лечил сутки, сам лично его отвозил в Красноярск, потому что пациент был крайне тяжелый, крайне-крайне интересный, это мальчик, значит, у него был именно синдром гипериммунного ответа. Таких пациентов в Красноярском крае на тот момент прошло трое всего, всего трое. И наши коллеги из инфекционной детской больницы Красноярска, они связывались с Москвой, и там подтвердили, ну, видеомедицинская связь, значит, и там подтвердили, что это именно осложнение после коронавируса. То есть у ребенка через 7 недель после того, как они всей семьей переболели, он по грани прошел, то есть прям состояние было его достаточно тяжелым, состояние как при сепсисе, это очень тяжелое заболевание, когда поражаются все органы организма, все, то есть печени, легкие. То есть вот он поступил вечером, то есть мы делаем уринген, вернее, утром, у него все хорошо, а вечером у него уже двусторонняя пневмония, то есть речь идет вот о таких заболеваниях. К счастью, частота встречаемости, она один на несколько сотен тысяч, но тем не менее, то есть Новосибирск отмечал, что по Сибири уже около 30 таких случаев, в Москве больше отметили, ну, там численность населения больше. Но тем не менее, вот можно сейчас констатировать, что коронавирус, к сожалению, на детей точно так же действует. Но тяжелых детей таких, чтобы прям в реанимацию попадали, вот этот мальчик был один. И то у него была, я повторюсь, это гиперреакция на прошедший ковид.